В этом выпуске фрагмент давнего 2010 года путешествия на остров Крит, точнее на острова Грамвуса и фантастическую бухту Баллас. На мой взгляд самый простой романтичный способ туда попасть – море. Прогулочные суда Грамвуса и Грамвуса-Экспресс плывают из порта Кесамоса в 10.20 и 10.40 и возвращаются обратно в 17.45 и в 18.00. В июле-августе в море выходит третий корабль Spirit of August. На борту можно перекусить, выпить пиво. Есть пляжные зонты, солнце на пляже Баллас просто испопеляющее. Под названием Грамвуса объединены два небольших островка, приютившихся у северо-западного побережья Крита. Эмери – укращенная Грамвуса и Агрия – бурная Грамвуса – острова необитаемые. Наиболее известен первый – Эмери Грамвуса, поскольку именно на нем находится крепость, ставшая свидетельством множества исторических событий. Она была возведена в 1579 году венецианцами для защиты от турок и долгое время служила гарантом безопасности стратегически важного пролива между Критом и полуостровом Белопоннес. В 1669 году Крит перешел под власть Османской империи, однако крепость осталась у венецианцев. В 1691 году в результате предательства неаполитанского капитана крепость перешла к туркам, а в 1825 неким повстанцам удалось отбить крепость на более длительный срок. Тем не менее этот отряд из 300 человек оказался в изоляции, так как Критом правила Османская империя, что подтолкнуло их на путь пиратства. С годами повстанцы вошли во вкус и стали грабить не только турецкие и египетские, но и европейские корабли. В результате активной борьбы с пиратством крепость вновь отошла к туркам в 1831 году. Есть у острова и относительно новая достопримечательность – жавый сухогруз Димитрос-П. Судно разбилось о каменные берега во время шторма в 1967 году. Есть версия, что его использовали наркоторговцы, но полиция выследила, арестовала, а корабль сожгли. Со стен крепости открывается живописный вид на бухту Баллас, который является местом слияния трех морей – Средиземного, Критского и Анического. Пляж бухта Баллас конечно великолепный. На мелководье вода прозрачная и горячая, а вот знаменитый розовый песок на проверку оказывается пемзой. Очень красиво, но жестко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова